Второй клей был дан старт, начал работ по установке уличного освещения в третьем секторе. По словам градоначальника, город не стоит на месте, продолжая свое развитие. И самое главное то, что мы можем посмотреть, что на столбах даже нет светильников. То есть здесь света и нет вообще. Сегодня мы поставили первый фонарь и отсюда начинаются работы. В этом секторе у нас планируется 17 улиц, значит, около 400 светильников и 11,5 километров кабеля. Поэтому думаю, что очень правильно, что мы здесь начинаем, так как в ближайшее время начинаем делать здесь и дороги тоже, и стадион. Поэтому будет светло, красиво и все по-новому. Начинается новая жизнь у Тараклии. Участие в церемонии приняли депутаты от партии ШОР, представители местных властей и жители города. Улучшает город. То есть, как было, то есть делать лучше его нормально. Мне, если честно, очень нравится. И, соответственно, даже те же самые бабушки, если будут проходить, не будут споткаться, все дела. Будет хорошо, когда у того свет. Важно то, что что-то делается у нас в городе. Слава Богу, освещение. Смотрим, татуары стали строиться. И есть подвижки, которые нас радуют. И сегодня с удовольствием ждем, чтобы включили освещение. Мария Таубер отметила, что в Тараклии есть своя специфика. Это прекрасные и гостеприимные жители города. Очень много эмоций. Мы, наверное, никогда еще не открывали свет под дождем. Но желание сдать в эксплуатацию этот сектор и проверить, как все работает лично, не остановило нас даже в дождь. Мы приехали сюда практически со всей нашей парламентской фракцией для того, чтобы поддержать жителей. Мы знаем, что сейчас очень сложный период пандемии. Как отметила депутат парламента, несмотря на пандемию и сложные социально-экономические отношения, работы по улучшению инфраструктуры города продолжаются. Пять, четыре, три, два, один. Ура! Это центр города. Обратите внимание, первые линии электропередач, LED-овские новые лампы были сначала включены на периферии, на окраине. Сегодня это центр. И этот процесс будет продолжаться. Для жителей города на самом деле это прекрасное событие, когда люди получают свет в первую очередь. Это безопасность, это будущее наше. Мы будем идти вперед с социальными проблемами, с проблемами, которые будут решать проблемы детей. Сейчас имеем достаточно хороший проект, касающийся детей, который находится в зоне риска, потому что жителям страны многого не надо. Каждый хочет иметь свое место жительства, иметь еду на столе, иметь возможность обучать своих детей в школах. Думаю, что жители, которые живут здесь, будут делать все возможное, чтобы не уезжать отсюда, а останутся здесь, создавая свою семью и будут растить своих детей. В скором времени город станет еще светлей. Как пояснил примар, работы по установке уличного освещения в третьем секторе планируется закончить в течение двух недель.